Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана. 8 сентября у нас сегодня. И мы посмотрим состояние технических сортов на нашем старом винограднике. Несмотря на то, что я снимаю на новом участке, смотреть мы будем старые. Такие обстоятельства, что мне приходится все время туда-сюда перемещаться. И еще маленькое предисловие. Пройдемся очень быстро. К сожалению, там много ос, просто атакуют на этом участке спокойно, но на том кошмар. Поэтому все в мешочках. Время у меня было крайне ограничено, поэтому я ничего не открывала. Смотрим только ягоду, смотрим только косточку. Подробные характеристики, все это будет потом. Также напоминаю, какой у нас был сезон. Ма у нас был очень холодный и были морозы. Даже не заморозки, а морозы. И если на этом участке тоже они были не такие большие, не такие заметные, то на том участке минимум неделю температуры держались минус 5 практически в течение всей ночи. Вода в трубах замерзала. То есть там условия были пожестче, там условия были похуже. Но посмотрим, что же у нас на сегодня. Итак, начинаем. Много чего не показываю, не раскрываю, потому что раскрывать эти мешочки, там можно чокнуться. Очень много ос в этом сезоне именно на этом участке. На втором как-то спокойно, а здесь какая-то катастрофа. Итак, зигиреба 20. Косточку не показываю, зигиреба мускатный сорт для него вообще оптимум. Для всех мускатов 22. Это такая идеальная цифра. Зилга теневая страна, сахар 19,5, косточки чуть-чуть. Русский ранний, здесь в тенечке сидит сахар 20,1, косточки тоже еще капельку. И на ранний сигналочка с каких-то там вообще непонятно каких почек. Ну, так довольно уже неплохо окрасилось. Нера первое плодоношение. Несколько гроздачек, сколько там, 4-5. Сахар на сегодня 17. Косточки еще рано. Мокузани, он же Аберлинуар. Сахар 18. И вот такая косточка. Взяла другую ягодку, они просто с Ландонуар вместе сидят. И гроздачки похожи. Вот здесь 19,5. В этой грозде сахар. Это еще Мокузани. Ну, Аберлинуар, тут тоже часть в мешочках, птицы. То есть осы Баландони ели. Но очень много птиц в этом году, они наклевывают, после этого едут осы. Поэтому, что смогли, то прикрыли. 21 сахар на сегодня. И вот такая косточка. Я бы сказала, что готов. Это косточки не Турана. Сахар 18. В общем, я брала вот с этой открытой грозди. Ну, то, что я не закрыла мешочками. То, что я мешочки надевала где-то недели-две назад. Это то, что, ну, скажем так, отставала. В росте, поэтому я уже не стала с ними возиться. А вот здесь у Нитрана основные грозди. Неплохо зреет лоза. Ну, все подробные характеристики потом. Но и грозди покажем, и финальные кондиции покажем. Ну, все покажем. Мускат Блау. Сахар 17. Ну, еще такой не совсем он вкусный. Много, много зеленых нот. Свенсен Ред. Сахар 16. Ну, косточка не показана, она зеленоватая. Галант. Тоже спрятан. Вот с верхней. Вот этот вот, не закрытые грозди. Косточки убрала ягоду. Сахар 20 в ней. Я думаю, что в нормальных гроздях будет несколько выше. Ну, вот косточка. А косточка коричневая. Недвига галлюнаса тоже вот все. Вся в мешочках. Кое-где чуть-чуть что-то открыто. Сахар 17. Косточка зеленоватая. Здесь лепсно тоже сахар 17. Ну, косточка такая же. Сапага вот там открытая гроздь. Дальше. В мешочках тоже 17. Это косточка салам. И сахар 16,5. Паланга 17. Но тут я не все успела закрыть. И вот там вот есть еще гроздочки вардовы 16,5. Вот такая красотулька Антоний на сегодня. Сахар 17. Реформа у нас был срезан 30 августа с общим сахаром в сусле. Уже в сусле 20. И Кабернеа Кортис. Вот он у нас. Сахар 19. Но косточка еще зеленая. На самом деле все не так уж плохо. И я бы даже сказала очень хорошо. Исходя из сезона. Это раз. Второе. Все-таки кто-то нас там в небесной канцелярии пожалел. И обещается еще очень-очень хорошая теплая погода. Как минимум недели две. И даже вроде бы совсем без дождей. Поэтому уверена, что вся наша ягода прекрасно наберет нужные нам кондиции. Ну и более того, опять же хочу напомнить, и недавно был ролик по сахару, что сахар в нашем деле, это конечно важно, но это не главное. Для нас гораздо более важно, чтобы виноград набрал нужные кондиции, нужную ароматику, нужную фенольную зрелость. И кстати, вот сейчас идут такие большие перепады температур день-ночь, днем там и 23, и 25, а ночью бывает и плюс 5. Вот буквально вчера утром градусник показывал как раз-таки плюс 5 градусов. Так вот для технического винограда это замечательнейшая погода. Это как раз-таки то время, когда идеально набирается ароматика винограда. Так что уверена, что мы перейдем к хорошим показателям. Но так на сегодняшний день они очень даже хорошие. Погода позволяет держать ягоду на кустах, поэтому мы не спешим, пока у нас есть небольшое время отдохнуть и подготовиться. Ну кроме того уже кое-что, да, мы сняли и кое-что даже булькает. Надеюсь ролик был вам интересен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограды и наши контакты. До новых встреч!